ему явно плохо 5 часов боремся уже с ним и не понятно почему он греется вот как это понимать кто туда тряпку запихивал это же реально 3 2 недели потраченного времени и мы едем едем на чертовом ягуаре видел было написано дербен понимаешь можно обратно ехать и 1700 километров можно путешествовать вообще в целых бронированный так давай стрелять чё подальше пожалуйста и в краску не попади ну что дорогие друзья всем привет и тебе привет прямо сейчас у меня есть два автомобиля первый это ягуар кабриолет второй автомобиль бронированный chevrolet suburbano задача за эту серию сделать оба автомобиля для того чтобы наконец-то начать вкладывать деньги в разработку маруси начнем мы с кабриолета мы остановились на том что автомобиль нужно сделать внешне и мы приступили к этому действию мы поехали не к безызвестному нашему товарищу илье брукланс дотелем для того чтобы сделать этот автомобиль сейчас мастер-приемщик подойдет я считаю его уволить надо что мы ждем очень долго да я обязательно пожалуюсь начальнику этого места что мастер-приемщик у них не очень мастера-приемщика вы узнаете сразу он выйдет в зеленых кроссовках я хочу машину сделать сам ну не один а с кем я считаю что с мастером-приемщиком это нужно делать это с кем но мы сказали что мастер-приемщик опоздал очень сильно выйдет в зеленых кроссовках я считаю что его нужно уволить кстати ничего такие красавки короче говоря я устроился на работу все говорили иди работа на завод я решил работать в детейлинге поэтому часы ему больше не нужны сейчас мы будем просто машину готовить полировки соответственно мы будем наносить первую фазу будем контактно делать вторую фазу и чистить автомобиль от битумных пятен и металлических кораблей сша так только пику держи чтобы она не выстрелила на вот так я не хочу работать большим дотейлером а это ты только начал понимаешь это вот сколько полчаса просто сама по себе мойка подготовительная к полировке занимает порядка двух с половиной часов если это делать качественно и хорошо зачем нужен еж чтобы было чисто чисто давай с тобой давай сша у которую まぁ давай сейчас отыгрываться будет я промазал из ты больше не хочу играть а может типа не отыгрываешься этот к remo все а если мой ход ты должен До последнего типа? Да, пока не уберет Будешь отыгрываться? Нет Стал работать пока, небольшой перерыв Мне разговариваться взял Твоя сила и мудрость Пей пиво, пиво, пиво Пей пиво на заре Пей пиво без сна Кайф, 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 кайф Кайф, 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 кайф Решил выполнять функцию полировального круга Посмотри на мою новую машину А ты такая красивая Ты что, получилось что ли? Конечно Хотя бы блестит Молодец, Гриш Еее Еее Сенсей 8 часов, мой рабочий день окончен Через несколько секунд вы увидите тачку готовую Для нас это целая неделя, а для вас всего несколько секунд Готовы? Давай Бам! Короче Прошла неделя С момента, когда я Последний раз прикасался к этому автомобилю Я занимался какими-то своими делами Другими машинами Например, субурбаном Вот А ребята уже сами все доделали Мне сейчас будет вручать этот автомобиль Полностью преображение этой тачки Вы можете посмотреть на канале Брукланс Детейлинг А вы прямо сейчас увидите эту тачку готовой Раз Давай Два Три Вообще офигеть Вот знаешь, теперь он выглядит на 2,5 миллиона рублей При минимальных затратах это прям вот, знаешь, это то, что я хотел Круче не сделаешь, я считаю Из родной краски Тут, конечно, вот эта вот штука, она осталась, но... Но она, по крайней мере, кстати В салоне стало в миллиард раз приятней Кожа бомба Вот я сейчас сижу Ну, знаешь, что я хочу Я хочу открыть крышу И поехать Так чего же мы ждем? Не, ну в целом Внимание обращается на машину Да, 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 бешен В каждой третьей машине человек делает вот так Музыка Люди такие, какая красивая машина А мы такие Ёб твою мать А нам бы доехать А кто-то смотрит спереди Опа Прогнал А тучи, а тучи А тучи, а тучи Как люди Как люди, они одиноки Фидажник пошел Костя, какой же ты козлобан Ты же сказал, что все будет нормально Так нормально, вон нам чуть осталось доехать Какой чуть доехать? Ты что за вас ушел? И Оп У Александра Владимировича Все Мы на базе Игуар готов Нужно рассчитаться Все, мы его забрали Мы его все Вот он стоит готов Сейчас на продажу пойдет How much? Слушай, ну это так давно уже было Я уже не помню даже Хорошо Шесть тысяч Пойдет? Ну пойдет Все, все, Тинько Там реклама Там терапыры А ты мне, собственно Когда карточку сделать? У тебя вообще Тинькоу нет У меня вообще нет Тинькоу Все, пойдем Пойдем Заказывать карту Оформлять карту Комфортная обстановочка Присаживайтесь Если вы думаете, что ссылка в описании Вы там зашли И там полдня потеряли Нет Зашли в несколько кликов Вот сейчас будет мини-видео инструкция Как это сделать Можем даже время засечь Ради приколов Давай Погнали Погнали Гражданство РФ Треть с представителем 9 июля с 10 до 12 Все! Сколько времени прошло? 2 минуты 18 секунд 2 минуты 18 секунд Можешь вот прям серьезно объяснить Почему Тинькоу? Вот ты вышел и сам сказал Я хочу Тинькоу Почему я рекламирую? Типа у тебя ее нет Потому что многие люди Мои контрагенты Они пользуются Тинькоу А я чувствую себя лохом Но когда переводишь со с*** Тинькоу Берется комиссия Вот комиссию Хотелось бы избежать Так вы знаешь что за карточка? Ну как это? Ты мне только что назвал Тинькоу Блэк А в чем ее преимущество Относительно других? И в чем? В приложении Тинькоу Ты можешь переводить По номеру карты По номеру телефона Бесплатно В другие банки Ты за границей Бываешь намного чаще чем я Снятие наличное Бесплатно В любых банкоматах мира Вот в джунглях Амазонки Найти бы банкомат До 15% На выбранной категории До 20% На покупку билетов В кино В театр Через приложение Тинькоу Приложение скачайся кстати До 5% Годовых На счет До 30% По предложениям партнеров Самое главное Что кэшбэк приходит Настоящими рублями Короче банк во Вот такой банк Если вы оформите карточку Вот по ссылке В описании Сделайте хотя бы Одну покупку С этой карты Каждый месяц банк Будет выбирать счастливчиком Которым он Вернет деньги Потраченные за месяц Условия акции Читайте на сайте Она действует до августа Все Ссылка в описании Прямо сейчас Этот автомобиль Абсолютно готов Вот здесь Вот у нас все покрасили Все отполировали Ссылочек Это химчищен И есть Привет Ты отсюда съебаться не хочешь Блять Второй автомобиль на сегодня Это Chevrolet Suburban Вы в последний раз видели Когда мы В него Стреляли Давай Подальше пожалуйста И в краску не попади По поводу выстрела Ребят Мы не дураки Я во первых Автомобили люблю Я не готов В них стрелять С настоящего оружия Это первое И второе Оружие С которым мы стреляли Это Винтовка СВД Которую мне подарил Женя И она Когда-то Была настоящей Но сейчас она Охолощенная Это не проблема В общем У нас есть еще Дома Разное количество игрушек Что не является оружием Это какая-то там Разная пневматика Мы тоже Попробовали В смысле? Ты не перебарщиваешь? Не-не Сейчас Подожди Ты что там таранишь? Ты что арбалет? Говоришь Ты что-то как-то слишком серьезно отнесся По-моему К этому мероприятию Я сюда приперся Чтоб нормально пострелять Все Едем тестить броню Разрушительное ранчо Итак, дорогие друзья И рад вас приветствовать На разрушительном ранчо Имени Завозиных Мы немножко Поковырялись дома Нашли пару Так сказать устройств Какого-то настоящего боевого Нет никакого Ну просто Хочется проверить Хотя бы вот из того что есть Что может повлиять На бронирование этого автомобиля Мы Ну если что На специализированном полигоне Просто вот Мы когда стрельнули Вы чтобы не расстраивались Что мы вас обманули С этим вот Вот Пожалуйста Мы действительно сейчас проверим Что касается автомобиля Стрелять мы будем В заднюю стенку Вот эта задняя стенка Когда она закрыта Вот эта часть Она прижимается сюда И ее фактически Ну не видно И мы сильно сомневаемся Что наши игрушки Сильно попортят Эту заднюю дверь Ну или попортят Короче сейчас выясним Все погнали Куда стрелять Я не попаду Только не в окно Ай аккуратно пожалуйста Аккуратно Аккуратно Она подмигивает Она боится Да ты видел? Субурбан начал подмигивать Сейчас я выключу фары Как мы видим ничего Не ну почему Обшивка пострадала Ну что там вообще? Слушай Ну стрела-то она подзатупилась так Серьезно Это вот от этого удара? Ну да Ну то есть она баловозная Давай с двух рук Вот я говорю двумя пистолетами Так бах-бах-бах-бах Не у нас эксперимент Как говорится Стрикосятел от травы Я видел Ну что-то вообще прям Минимал Детская Детская отметина От пневматического пистолета Реально Там Даже обшивку не попортило Тихо Двони Бэй! Тихо Это самая мощная винтовка Которая есть у Александра Владимировича дома Поэтому этот выстрел я доверю тоже ему На Зачем ты прям в середку дострелял? А куда надо было стрелять-то? Ну видишь я по краям метил Эта пулька разбилась наверное да там? Разбилась и вот это ее куски Да Она под обшивку Видишь ходит и там раскручивается Нужу Давай в стекло Стекло жалко Да ладно жалко давай Да разобьется Да не разобьется Разобьется Да разобьется Ну разобьется и разобьется Ты уверен? Уверен Поспорим на 5000 рублей Легко вообще Вот этой пукалки ничего не будет Давай спорим Спорим Паутинка пойдет Ничего не будет Вот вообще ничего не будет Даже скольчика не будет Не будет никакого скольчика Разбивай Як Я слышал Я слышал что ты перезарядил Положи на землю Оружие на землю Медленно ногой ко мне пнули Сейчас знаешь ты только закидываешь Он резко такой Ногой его подкидывает Хватает Это же батя типа Да 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 Оп Я стреляю Давай Раз Раз Два Три Так все было хорошо и тут бомбат Ну и что там? Ну вот попортило Блин 5000 рублей проиграл 5000 рублей на базу будьте добры 5000 рублей честно выигранные Похоже на рыбий глаз На самом деле Выглядит как будто так и должно быть Вообще Эффект интересный Красивый Причем главное Глубину проникновения Определить вообще невозможно Ну вот Не ну где то Ну там знаешь Первое стекло Да в самом начале Из такой толщины стекла Вот здесь вот начало Пулька остановилась Где то вот здесь Слушай а ты аккуратно ее сделал Кстати симметрично Вот это Сверху снизу Вот она прям по середке Ну это глазок Понимаешь смотреть вот так вот Да 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 Разрушенчики Присаживайтесь и готовьтесь Ща вы просто обос***ьтесь Опа Вот эта штука реально опасна Детей уберите от экранов Никогда в жизни это не повторяйте Ну и повторюсь Мы на специализированном полигоне Это все игрушки Но вот этот вот арбалет Это страшная игрушка Нельзя ей пользоваться никогда Я тут точно ЕбА Ничего так Она начала заворачиваться сама в себя А вы говорите броня Гриша а с той стороны дырки нету? Нет Броня очевидно насквозь не прошила Но я предлагаю ее отсюда достать Вот такой наконечник был И вот таким он стал Короче подводя итоги сегодняшних тестов Субурбану почихать Хотя если стрелять этим же оборудованием В обычные автомобили Чего не стоит вам делать и повторять Там явно будут оставаться какие-то отметины Да? Это точно Дырки будут Все просто Одно правило у нас на ранчо Ну все Ни слова жених После того как мы поигрались Мы приступили к доработкам этого автомобиля Потому что у него первое Не было тормозов Разгон И внимание Тормоз в пол Это сейчас в пол Оказалось В процессе того Как мы начали разбираться с тормозами Что задний контур вообще заглушен Сзади слева нету суппорта Естественно нет колодок Я отправился в магазин Я купил два суппорта Десять тысяч рублей И купил два тормозных диска За пять тысяч рублей оба Контур открыли Поставили суппорта Все заработал Автомобиль начал тормозить Тестим тормоза Разгоняемся Не ну им конечно Что-то не было из земля По сравнению с тем что Говорит получше чуть-чуть стало Готов? Да И теперь на ней можно и гонять И тормозить И вообще все Затем мы приступили к работам по салону Потому что электрика у нас не работала Причем много где не работала Ни передние, ни задние сидухи не регулировались Сейчас эту проблему исправили Тут контакт какой-то перебит Видимо Либо может его пережал Да Александр Владимирович Рассказывайте как вы этого добились Ну просто тупо подал вот сюда вот На этот разъем Плюс Все заработало То есть оно получается у нас плюс где-то оборвался Да? Вот там вот под сидением или где? Ну я не знаю где он Может быть он где-то предохранитель есть Но я его найти мне не удалю Ничего кстати не напоминает вот это вот DVD-чейнджеры по проводке Ничего не напоминает? Мне кажется еще пару DVD-чейнджеров и точно можно будет заработать на провода Вы нашли второй аккумулятор Так, аккумулятор мертвый И он питает весь задний ряд я так понимаю Нет Вот кстати сидение оно двигается Правое Охуеть! Вот этого я не ожидал О, ты поехал Сидение это работает Оно раскладывается интересно? О, это сейчас человек запищал Выставлено требование предъявить ПЦР Я же говорю вон он Где? О! О! Вот он просто А это звук интересный чего О! О! Ладно Опа Это очень правда У кого пищит? Нет Это он пищит Самоуничтожения нет надеюсь в этой супер бронированной машине Меня смущает что что то пикает Я пошел! Всем пока! Я кое что припер Да че Да че Ты нашел что припереть Не можешь что нибудь там посовременнее Вот это реакция Вот это реакция Я Дэнди привез машину поставить Я в школе играл в Дэнди Так это модно сейчас Это сейчас круто считается Сега Дэнди это ты крутой перец Если у тебя это есть Давай подключим Вон провода кстати от нее Вот они А игры то где? В ней Куда же что то вставлять надо? Нет там в ней есть Короче Объясняю У нас Дэнди работает Вот от такого кабеля От папы И здесь Видео вход на телевизор Тоже папа И поэтому сейчас мы Придумаем гениальное изобретение Собственно пойдемте я вам покажу Колхозинг наше все А че мы колхозинг? Мама мама нужна Че вы делаете? Маму с мамой Переходник Сами переходник делаете? Да Я бы на магазин поехал Хорошо что у нас есть золотые руки Так смотри внимательно Выиграем обязательно Гриш смотри Смотри что я поменял Ох ты титова мать смотри Смотри быстрее Что ты поменял Смотри смотри Ура Ура Заработало Охренеть Костян садись Костян У нас сейчас будет совмещено Приятное с полезным Мы и поиграем И протестим то что собрали Слушай а PlayStation 3 Можем сюда поставить? Можем Примерно Какой нибудь из источников Типа AUX То есть у нас может быть И Дэнди И PlayStation Да В этой Дэнди Сейчас 300 игр И причем Я считаю что раньше Игры делали Намного сложнее Чем сейчас Просто у кого есть Дэнди Или кто хочет купить Зайдите поиграйте в Этого Короля льва Дальше второго уровня Вы не пройдете я уверен Должна была быть Сноровка Закалка Тренировка А сейчас играй 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 Мать тебя обыгрывает Ха Нет НЕЕТ Вот скажи Вот у тебя есть PlayStation Да типа Что интереснее Дум Дум Твой или вот это Дум Интереснее Согласен Поддерживаю Да идите в жопу Дум крутой Просто он Дум проходит Днями и ночами Да Да почему ты все Собрал Опыт Не пробивается 41 Тысяча Очков Еди на свою половину Вообще Там сверху алмазы лежат Так я же за алмазами Да Да почему 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 Оставь мне хотя бы Хотя бы что-нибудь У него же 110 Стой Нигде Они тебя убьют Ни хрена там батя всех раскидал Это что Бонус У тебя 132 У меня 72 тысячи Но я играю один Тебе не догнать меня Не догнать Продолжай тренироваться Когда дойдешь до 132 Зови Ну я так не играю Тормоза починили Сиденье починили Приставку поставили Получается что этот автомобиль Сейчас тоже готов И прямо сейчас Обе тачки Пройдут спа процедуры И отправятся на продажу Ну что дорогие друзья Мы сейчас едем На прицепе На встречу будущему Тихо 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 Главное не упасть Все дело в том что Поскольку первые вырученные деньги Будут уже вот совсем скоро Мы приступаем к сборке Маруси Сейчас берем кокпит Ставим на этот прицеп И везем его на химическую обработку И будем разгребать цех Работай как парктроник Что то я не верю ему нахуй А нет Ты слышал наш парктроник? Да Я по нему ориентировался Это дрифт получается? Дрифт? Да В каком это смысле? Словарь еще нужен Словарь еще нужен Ну шо? Так мне объяснили что химическая обработка идет довольно долгое время Вот Но Без внимания оставить это не могу Пойдем посмотрим как это происходит вообще Я правильно понимаю что это будет водная спа процедура для нашего кокпита? Его нужно будет окунуть в каждую ванду Когда кокпит пройдет все эти процедуры Он будет супер крепкий И супер качественный Все эти окисления все терпачи надо будет просто это удалить Обработать? Да обработать Ну шо божественная тойота с нашим кокпитом отправилась на химическую обработку Поверьте это долгий муторный и неинтересный процесс Как вот эта вот штука будет валяться просто купаться в нескольких ваннах А мы пока возвращаемся в цех Я думаю как от Маруси сейчас все вещи идентифицировать и раскидать по углам А все что не от Маруси на хрен отсюда Потому что с места мы определили что мы тачку будем здесь собирать Правда мы хотели это сделать еще месяц назад но руки как не доходили Ну все Всем до следующей серии Встречимся здесь и с кокпитом ровно через неделю Ну или почти Мы будем стараться Встречимся Встречимся Встречимся